приветствую вас мои дорогие подписчики с вами алексей я продолжаю записывать для вас бесконечное лето основную версию рут ульяны пятый день концовочка уже близко соскучились по моим видосиком а ну вот вот вам свеженький и так давайте вспомним на чем же мы с вами остановились остановились мы с вами на том что все отправились поход до лагерный но семён решил завершить этот поход раньше то есть он попросту говоря ушел раньше с похода вернулся в лагерь потому почему потому что ульяна тут осталось и он подумал что и наверняка скучно 1 и поэтому решил он вернуться узнать как она тут но оказалось что ульянка и не скучала без него наоборот придумала очередную проказу тоже она придумала придумала она напугать остальных которые еще находятся в походе для этого разумеется она решила втянуть семёна в это дело решили они нарядиться привидениями вот они к этому подготавливаются ну давайте наконец посмотрим но перед этим и разумеется я хочу поблагодарить вас за то что вы меня всячески поддерживаете оценивайте мои видео и при комментарии не забывайте большая вам благодарность за это ну вот и теперь продолжаем мы подошли к домику вожатой и я сказал ульяне подожди здесь слушай сэр так сейчас секундочку проверю кое-что еще порядок слушай сэр сказал ульяна выпалила она и отдала мне честь похоже ульянка была полностью поглощена игрой я быстро нашел две чистые белоснежные простыни жаль конечно что их придется испачкать вот я протянули одну простыню она мне велика сказала ульянка повертел ее в руках учитывая рост ничего удивительного дай сюда я сложил простыню пополам и отдал ей ну теперь куда лучше за мной она набросила на себя белую ткань и побежала в лес подожди я кинулся за ним буквально через несколько минут мы уже были рядом с привалом пионеров пряча за деревьями теперь стало понятно чтобы забидная поначалу затея принимает неприятный оборот почему-то я изначально уверился что поход закончится до того как ульянка перейдет к активным действиям а теперь мы стояли в десятки метров от пионеров оглаченные белые простыни и выглядели абсолютно не устрашающе а скорее комично готовься по моей команде подожди подожди я вообще-то шутил когда соглашался на все это ты подумай еще раз ведь ничем хорошим это точно не закончится попадешь под домашний арест до конца смены да и я вместе с тобой не отступать и не сдаваться готов на счет 3 я начал лихорадочно прокручивать в голове все возможные варианты развития событий а было их не так уж и много первое я с ульянкой выбегаю из-за деревьев под общий смех пионеров и получаю хорошие нагоняет вожатый возможно еще что похлеще ульянка же приговаривается к высшей мере по законам пионерлагеря второе я остаюсь тут и вместе со всеми наблюдаю как ульянка бегает по поляне в простыне она получает высшую меру как и в первом варианте на я остаюсь в относительной безопасности третье я всеми правдами и неправдами не даю ей совершить этот акт морального вандализма и никто не страдает кроме ее самолюбия все бы хорошо на то ли эти размышления заняли у меня больше трех секунд то ли ульянка сократила отсчет но я помнится не успел как она выскочила на поляну издавая нечеловеческие вопли как и ожидалось все пионеры громко засмеялись кто-то даже упал из бревна на котором сидел и начал кататься по земле я попытался спасти ситуацию как можно громче но все же так чтобы меня не услышал никто кроме ульянки закричал дура прекращайте сюда не знаю то ли сработала моя сила убеждения то ли ульянка поняла что ее номер провалился но она быстро побежала в мою сторону и не останавливаясь скрылась в лесу я не теряя времени направился за ней при таком финале оставались хотя бы минимальные шансы что ее не накажут в очередной раз хорошо что я не засветился в этом трагикомическом акте теперь надо найти ульянку это оказалось не так сложно так как она не успела далеко убежать ульяна сидела на пеньке и плакала я остановился в нерешительности конечно такого исхода событий стоило ожидать но сейчас совершенно непонятно что делать как ее утешить более того я специально вернулся в лагерь согласился на это представление а вышло все только хуже к тому же я устал смертельно устал сейчас мне хотелось чтобы этого всего не было просто закрыть глаза и оказаться где-нибудь в другом месте желательно в тишине и спокойствии однако вид рыдающий ульяны вынуждал в действии я подошел к ней сел рядом на землю ну а чего-то ожидала философски начал я все и должно было так закончится вот это ты во всем виноват ты слезы прокричала ульянка и чтобы изменилось если бы я тогда выскочил с тобой засмеяли бы нас обоих только и всего да всегда так всегда так ее рыдание остановились все громче и вдруг она бросилась на меня и начала стучать кулаками мне по груди удары были не сильные я не владела скорее отчаяние чем действительно желание меня побить успокойся уже твердо сказал я на на секунду прекратила плакать и обняла меня может быть ничего не изменилось бы но вдвоем не было было бы спокойно я не знал что сказать поэтому просто погладил ее по голове можно еще немного так посижу можно тогда мне казалось что она не взрывоопасный ядерный реактор формы маленькой девочки а просто моя младшая нашкодившая сестренка я совсем не злился на ульянку более того я как будто сам начинал переживать неудача номера привидение ладно ладно напугаем их следующий раз как следует давайте посмотрим целиком ухты блин да уж не знаю сколько еще мы просидели в молчании ульяна перестала плакать а мне не хотелось ее тревожить ведь она только что успокоилась но и ночевать в лесу тоже не было ни малейшего желания эй пойдем уже назад в лагерь я легонько потряс ее за плечо на ответы не последовало ульянка заснула эй я потряс сильнее эффекта никакого сейчас мне хотелось плакать почему все это именно со мной происходит почему я всегда и везде попадаю в дурацкие ситуации даже внезапно оказавшись в непонятном пионерлагере неизвестно где я не могу как нормальный герой фантастических романов стать подопытным кроликом жертвы больного вселенского разума или участникам межгалактической войны на стороне груды на стороне группы пацифистов самоубийц нет я должен ночью в лесу сидеть с маленькой девочкой закутанной в простыню на руках пожалуй в следующий раз закажу чудовищные эксперименты я встал взвалил спящую ульянку на плечо может и был способ ее разбудить но во первых мне не хотелось во вторых одним грузом больше одним меньше особого значения уже не имел хорошо что груз был не тяжелым я остановился на площади положил ульянку на скамейку и обессиленно повалился рядом даже маленькую девочку нести долго не просто звезды на небе ярко сверкали наверное они светят не только для меня этого лагеря ну и освещают город где родился и мой старый дом а в груди словно что-то защемило я явственно представил свою старую квартиру мерзкое сжение начало подниматься из желудка горло нет это была не тоска скорее грустные воспоминания ведь несмотря ни на что за неполные пять дней здесь я чувствовал себя более живым чем за последние несколько лет и теперь уже не знал хочу ли возвращаться назад меня терзал лишь один вопрос как и почему я здесь он разгорелся с новой силой в моем мозгу в последнее время я не часто искал ответы не часто и просто думал о своем положении мои мысли были заняты житейскими обыденными делами и сейчас для того чтобы сломаться и окончательно захотеть остаться здесь мне нужно поднять природу этого места ведь даже соловей в золотой клетке имеет право знать как и по чьей воле он туда попал и уже потом делать выбор оставаться или нет не знаю сколько бы я еще предавался экзистенциальным размышлениям меня вывел из них громкий храп ульянки такая маленькая а так храпит я вздохнул вновь взвалил ульяну на плечо и направился в сторону ее домика объясняться с алисой не хотелось так что я просто положил спящую ульянку на крыльцо постучался и быстро ушел к домику ольги дмитриевны я подходил со смешанными чувствами с одной стороны выполнил то что хотел утешил и развлек ульянку с другой две скомканные простыни в руках больше напоминали обрывки смирительной рубашки я легонько открыл дверь и вошел сомн 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 на домик донёс. Тяжело было? Нет, ты что. Чего пришла? Мне не спалось, но в тот момент постель казалась единственным местом, где я мог находиться без мучений, поэтому внезапный визит Ульянки меня совсем не обрадовал. Как она? Получила втык? Нет, обошлось как-то. Ну вот и отлично. Мне всегда везёт. Это точно. Глаза начали закрываться сами собой. Кажется, наконец пришёл сон. Слушай, я устал очень. Не, ненадолго. Закрой глаза. Это сделать было проще всего, да и выяснять, зачем ей это, мне совершенно не хотелось. Может, быстрее отвяжется? Я закрой глаза. И через мгновение почувствовал короткие поцелуи. Глаза открылись сами собой. Но Ульянка уже убегала, маша мне рукой. Я застыл в оцепенении, даже не смог что-то крикнуть ей вслед. Не знаю, сколько так стоял, но из ступора меня вывел ночной холод. Я поюжился и вернулся в постель. Вот как раз сейчас мне совсем не хотелось спать, и очень даже хотелось подумать, но глаза, начавшие закрываться перед Ульянкой, похоже, отдали команду остальному организму. Я провалился в сон, так и не успев понять, что же произошло. О, Ульяна у нас появилась. Вышли мы на концовку Ульяны, наконец. Ладно. Немножко почитаю я шестой день. Начнем читать. Шестой денек. Не могу сказать, что утро мое было добрым. Наоборот, проснулся я совершенно разбитым. Комнату наполнял яркий солнечный свет, а за окном весело щебетали птицы. Я нехотясь сел на кровати и потянулся. События вчерашнего дня стали постепенно всплывать в памяти. Поход, глупая игра в привидения, заслушав Ульянка и... Поцелуй. Щеки загорелись. Да, это было настолько неожиданно, что выбило меня из реальности на некоторое время. Самое главное, как теперь вести себя с ней. Ха. Вроде бы и ничего такого, но... К тому же Ульяна последняя девочка в этом лагере, от которой можно было ожидать подобных действий. Ну, тут мне кажется, Семен немножко несправедлив. Тут Ульяна тоже девочка, как и все девочки. И ведет себя соответственно. Она казалась мне в лучшем случае младшей сестрой, не более. Ну вот. А для нее, похоже, Семен не как старший брат. А вот я ей, видимо, не только старшим братом. Во! Хотя, возможно, я все просто надумывал. И никакого скрытого смысла глубинной подоплеки или намеков на далеко идущие выводы в этом поцелуе не было. Просто жест благодарности. Хм. Да. Ульянка способна на неординарные поступки. И простые вещи она может сделать сложными. В общем, я решил отложить решение этого вопроса до личной встречи с ней. Часы показывали 11. Значит, Ольга Дмитриевна не разбудила меня на завтрак. Впрочем, ничего страшного. До обеда оставалось не так много времени. Я взял пакетик с умывальными принадлежностями и пошел совершать утренний туалет. По дороге мне никто не встретился. Наверное, все пионеры заняты своими делами. Возле умывальников было так же пустынно. Буквально через пять минут я вновь стоял перед домиком вожатым и думал, чем заняться. Ничего путного в голову не приходило. Я сел в шезлонг и, возможно, смог бы так просидеть до самого обеда, если бы из транса меня не вывел знакомый голос. А вот кто же Семена позвал? Кто его из транса вывел? Мы узнаем. Видимо, уже в следующей серии. Да. Ну, я тоже, кстати, не знаю. Не помню, кто это. Поэтому и спойлерить, так сказать, нечего. Ну, как всегда, от вас я прошу оценить это видео, подписаться, если вы не подписаны на мой канал. Подпишитесь, пожалуйста. Активируйте колокольчик рядом с подпиской. Выбор в нем пункт уведомления, чтобы не пропускать новую серию. Да, признаю, да. Серии выходят не регулярно, не в одно и то же время. Не через день, не через два. А по-разному. Ну, как уж получается. А чтобы все-таки и эта серия вышла побыстрее, а я постараюсь побыстрее. Да, я знаю, я каждую серию это говорю. Да. Это не обещание. Это я скорее себе даю заметочку, чтобы побыстрее следующую серию выпустить. Так вот, чтобы она побыстрее вышла, не искупитесь, пожалуйста, на комментарии, на лайки, пальчики вверх и на подписку, если вы не подписаны еще. Вот. Возможно, я на вас подпишусь. Так сказать, отвечу взаимностью. Ну вот, на этом я буду с вами прощаться. Продолжим следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok